Утро на Болткоме Ну что, мы продолжаем Утро на Болткоме, и как уже Александр говорил, мы анонсировал, сейчас поговорим о том, куда исчезают остановки общественного транспорта, и в чем причина, потому что это взволновало многих жителей нашего города, и в общем-то... В прямом смысле, куда-то уехала крыша, и погода так себе шепчет, то дождь, то снег, а вот эти вот навесы куда-то исчезают, и в общем-то бдительные сограждане проявили свои лучшие чувства и стали задаваться вопросом, мол, собственно, а где тут стояло 20 лет, прихожу на остановку, как обычно, и вдруг куда-то делось, так вот, куда делось? Вот на эту тему как раз мы сейчас и будем беседовать, и узнаем действительно, куда делось от, ну, можно сказать, от компании, от директора рекламной компании «ЖИСИ ДЕКО Латвия» Елена Броконе у нас на прямой связи. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Елена, проясните, пожалуйста, в чем суть вот этой околодетективной истории? Куда исчезают остановки? Ну, ключевое слово было 20 лет стояли, потому что по закону Латвии, по строительному закону Латвии, остановки, которые являются малой архитектурной формой, они могут стоять на, по соответствию закону, могут стоять только 10 лет. Остановки продлевались еще на какое-то время, но на сегодняшний день у остановок, которые сносятся, у них закончились все возможные сроки эксплуатации. И поэтому их конкретные старые остановки на улицах Риги, в соответствии нашему латвийскому законодательству, оставить нельзя. Мы их, поскольку остановки в Риге принадлежат компании GC Depot, мы ставим новые остановки, но список, который мы получаем, куда ставить остановки, мы ставим в соответствии с Риг Сатексом списком. Ну, возможно, на те места, где были старые остановки, будут через какое-то время поставлены новые остановки. Но ситуация такая, что законодательство именно такое для малых архитектурных форм, что через 10 лет все нужно сносить. Вот почему? Главное, что ведь мы видим, что остановки-то абсолютно функциональные, и ничего с ними такого страшного не происходит. Да, это не совсем так. Есть остановки, которые стоят действительно больше 20 лет, и на самом деле я, как хозяин этих остановок, я не могу, положа руку на сердце, сказать, что они действительно в очень хорошем состоянии. Они в нормальном состоянии, потому что мы, в общем-то, все время о них заботимся. Подкрашиваем, меняем стекла, как вы видите, моем, укаживаем. Но железо, которое там из различных металлов, состоящие остановки, они, в общем-то, уже на грани того, что могут и свалиться кому-нибудь на голову. Поэтому нет вариантов, их нужно сносить. И вы видите, в Риге появляется все больше и больше новых остановок, поэтому они сносятся. Но с Думой мы об этом дискутировали уже с 2016 года, когда эта проблема стала все более и более актуальной, что мы будем делать с остановками. Но я бы сказала, что это не только проблема Думы, это проблема и законодательства, по которому мы ставим остановки строительный закон. И там его уже 25 лет все время его подтачивают, переделывают, вносят изменения. Но еще много работы именно с законом. Ну вот, Елена, я просто, насколько я понимаю, вот ведь ситуация такая, что для городу выгодно, если кто-то строит эти остановки, обслуживает эти обстановки, поддерживает их в прекрасном состоянии. Для кого-то, кто эти остановки ставит, ну, необходимо за это что-то получать. Этим являются, ну, вот рекламные объявления, которые появляются на этих остановках. То есть это как бы всем, ну, то есть ситуация вин-вин, когда всем вроде бы выгодно, и такая ситуация выгодна городу. Ну, я понимаю, что город начинает, как всегда, думать, а не слишком ли вот много получают. Город, ну, вот я просто продолжаю эту мысль. В чем причина? Вот город решил, что слишком упускается большая прибыль, стоило бы там, типа, наложить руку или что? Вот в чем причина? Ну, эти вопросы нужно задавать, естественно, городу, а не мне. Я знаю, сколько стоит остановка. Остановка, которая сейчас... Сейчас в основном в Риге стоят остановки. Количество остановок, которые мы поставим в течение этого и следующего года, оно достигнет 600 конструкций. Это такой у нас есть договор с Рига Сатексмы. Мы его выполняем. Остановки, поскольку мы, я представляю в Латвии международную компанию, которая именно начала свое время, свою деятельность с предложением городу, в городе Франции, Леону поставить остановки в 58-м году и за это получить размещение на рекламу. С этого, в общем-то, вот этот бизнес и пошел. Именно то, что вы говорите, вин-вин, мы ставим остановки, город разрешает ставить рекламу. И за эти годы GC Deco очень сильно и много работает и с архитекторами всемирными, и с техническими решениями. У нас есть три огромных исследовательских центра. Один в Берлине, в Китае и в Америке, которые именно занимаются разработкой вот этих технических деталей, которые очень важны для малых архитектурных форм. Остановка, которая в Риге, известного, очень известного архитектора Нормана Фостера. Все архитекторы в Латвии его знают, когда мы это обсуждали с архитекторами. Я не слышала ни от одного архитектора, который бы сказал, что нет, это плохая конструкция, это нехорошая, некрасивая. Это действительно очень красивые, на мой взгляд, остановки. Они немного дороже, чем, скажем, это были бы остановки, которые мы до того ставили, вот те, которые 20 лет назад, это литовские остановки. Эти, они дороже. Но даже в Риге, чтобы поставить остановки, не столько дорого стоит сама конструкция, сколько стоит дорого ее поставить. Сейчас в Риге стоят много наших остановок, которые еще не сданы в эксплуатации. Их можно отличить тем, что на них белые плакаты. А сдать остановку в эксплуатацию, то есть фактически ее, если так следует, букве закона, ее нельзя использовать. Ну, естественно, люди пользуются. Но рекламу мы там размещать не можем, на них стоят белые плакаты. Если мы размещаем рекламу, то там появляются, мы имеем административные штрафы. А в чем сложность-то сдать в эксплуатацию? Да, которые мы начали сносить, тоже была такая же история с 2016 года. Раньше было таких старых остановок 250, и, в общем, мы их постепенно меняем на новые остановки. В тех местах, где согласовываем список с Рига, с Сатексной. Предыдущая договоренность была, что мы на них размещаем рекламу. И продолжаем, город продолжает их эксплуатировать. Но проблема была с тем, что эксплуатации, срок эксплуатации закончился. И в октябре, с октября мы начали получать административные штрафы. Уже их получили много. Начиная, один административный штраф стоит 100-400 евро. Ну и, естественно, мы больше не можем их не эксплуатировать, ничего с ними делать. Поэтому было принято решение не медленно их менять старую на новую, а просто сносить существующие, потому что действительно срок эксплуатации у них закончился. Ну, сносить, я так понимаю, тоже нельзя привести какой-нибудь условный бульдозер и выдернуть с корнем. Тоже согласование требуется. И сколько я слышал, и с этим были проблемы. То есть ситуация парадоксальная. Владелец остановок, зная о том, что эксплуатировать их больше нельзя, приходит к городу и говорит, город, я готов снести, можно? Или постоянно ставить ноги. Говорит, ну, как бы, да, но кто его знает, кто должен отдать это распоряжение? Была такая сложная ситуация. И, кстати, да, хотел бы дополнить... Казнить нельзя, помимо. Ну да, да, да. И схема чуть сложнее, опять же. То есть мы сейчас беседуем, я напомню, с Еленой Брокиной, директором рекламной компании «Джесси Деку Латвия», фактическим владельцем почти всех остановок общественного транспорта в столице. на основании, разумеется, выигранного конкурса. Так вот, все тоже не так просто. Мол, мы ставим навес и размещаем за это рекламу. Рекламщики платят за это и земельный налог, и рекламный налог. Там, в общем-то, тоже набегает. Но вот что... Ну, я бы сказала, я бы сказала, земельный налог мы по конкретному договору не платим. Мы платим за рекламную площадь, за размещение рекламной площадь. Но я бы сказала, основные затраты на остановку, они состоят не столько... Часть, конечно, и оплата рекламного налога, и оплата за размещение Рига с Атексами, но основная часть – это техническое устурешнскарты, ибо техническое состояние остановки. Потому что за электричество мы платим, естественно, мы ее моем. Особенно сейчас мы повысили, вот после зимы, конечно, да, остановки нужно мыть, мы их моем прямо несколько раз, поскольку соль и все остальное на них действует. Естественно, мы меняем стекла, когда они разбиваются, разбиваются. Скажем, в среднем мы имеем там 500-600 остановок, и в среднем у нас на Ригу уходят приблизительно 40 тысяч евро в год только на замену стекла. Чего себе? Ну, да, ну, стекло бьют. Особенно, особенно, когда, скажем, девятый класс заканчивает школу, и у них происходит выпускной, вот во время этого обычно у нас прямо 3-4 остановки по одному маршруту разбиты, и это явно связано с тем, что дети вышли на улицу. Но, кстати, если мы говорим про вот этих вот разбитых стеклах, то очень много, надо сказать, люди помогают ловить вот тех мелких хулиганов и полиции сдают. И, в общем, в этом смысле спасибо всем гражданам Риги. Это очень, очень мы хорошо с этим боремся. Елена, у нас есть вопрос из прямого эфира, простите. Нет, ну, это пришел на СМС. Спрашивают, можно ли поинтересоваться, почему не устанавливают на остановках кофейные аппараты. Ну, вот и сразу вопрос из прямого эфира давайте примем. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, я хотел бы, вот интересно было бы узнать, кто дизайнер этих остановок. Это не остановка, это сплошной кошмар. Во-первых, до крыши не доходят стенки. Если дождь с ветром, то там бесполезно под ним стоять. Эта крыша ничего не дает. И, во-вторых, эти сиденья металлические на этой трубе приваренные. Это надо додуматься до такого. Вообще, я не знаю, это первоклассник выдумал этот дизайн или кто. Спасибо. Спасибо. Вот такая критика. Да, технические. Не первый раз я слышу эти вопросы. Кстати, во-первых, сиденья на остановке, они не металлические. Они пластмассовые. Они выглядят как металлические. Но это пластмасса. Если вы приложите руку или еще, то это пластмассовые. И они наклонены под таким углом, чтобы на них нельзя было... И они стоят чуть выше. Это специально сделано, чтобы на них не спали люди, которым там нужно сидеть, а не спать. Которым не нужно там спать. А что касается вот этих щелей? А по поводу стекол, именно из-за того, что технически, как я говорила, у нас много исследовательских центров, и стекла, если бы эта остановка была бы застеклена доверху, то при ветре, который у нас, в общем-то, бывает нередко, а есть места, где просто это как парус становится, то эту остановку просто бы унесло. Она же не закрытая, она открыта, с одной стороны открыта, и поэтому именно из-за этого стекла не доверху. Ясно, спасибо за ответ. Елена, вдогонку вопрос тогда, я не знаю, технический или технологический, так точно. Да, и архитектор, известный архитектор, как я уже говорила, Норман Куст. Имя вы его называли, но скажите, вы меняете, сколько я понял, в течение года, поменяете, около 600 новых установок будут установлены, а будут ли применены на них какие-то современные мультимедийные решения? И автоматы, кофейные автоматы, тут спрашивали еще. Кофейные на остановках, но есть на остановках, которые стоят билеты, где можно купить, ставят это какая-то организация, Рига САДС, или кто они ставят, да? Около остановок или рядом. Кофейные автоматы мы не планируем, это не наш бизнес, и чтобы поставить кофейный автомат, нужно около остановки или рядом с установкой. Нужно как бы согласование с городом. Если, скажем, город скажет, но я думаю, что для города нужны не столько кофейные автоматы, а зайти в кафе и купить кофе, каждому нужно заниматься своим делом, да? Банк в кредит дает, а мы семечками торгуем. Знаете, был такой анекдот. Да, кофе нет, но ставить сейчас город, сегодняшнее управление городом, очень много говорит об зеленом городе, о климат-контроле. И вот это вот на конструкции наружной рекламы можно ставить, и очень это хорошо, и мы это делаем, ну, GCDCO делает это уже последние несколько лет во многих городах мира. В чем это проявляется? В чем это проявляется? Ну, это ставится на конструкцию, да, это ставится на конструкцию специальный механизм, который контролирует, скажем, СО2, выхлопные газы, чистоту воздуха. И наши конструкции как раз очень удобно и очень хорошо для этого можно использовать. Ну, и для того, чтобы понять, на каких улицах какая, где важно, скажем, уменьшить, увеличить, поменять, предупреждать. У нас очень мало времени, очень попросим быстро задать вопрос. И много звонков, да. Доброе утро. Да, доброе утро. У меня такой вопрос. На этих скамейках же невозможно сидеть, они не ледяные, только лето можно пересесть. Для чего они тогда? И второй вопрос. На центральном вокзале вообще нет остановки уже пару лет. Ага, спасибо, да. Ну, про скамейки я уже... Да, про сиденье сказали, про центральный вокзал давайте тогда. Про центральный вокзал... Пишите, Рига, Сатексма, они реагируют на то, где людям нужны остановки. В Риге, у нас договор с Ригой Сатексма на 600 остановок. В принципе, городу нужно порядка 1200 остановок, как остановок. А самих остановок в городе больше, но есть остановки, где люди выходят, и не нужно саму остановку, как сооружение. А самих сооружений городу нужно порядка 1200. Ну что же, все-таки будем надеяться, что такая вот взаимовыгодная сотрудничество города и организации, которые могут ставить остановки в обмен на рекламу, продолжится. Директор рекламной компании GC Deco Елена Брокон, с нами была на прямой связи, большое вам спасибо. Большое спасибо, хорошего дня. Да, спасибо, до свидания. Ну, а мы продолжим сразу после новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...